Благодать Божия Благодать Божия Благодать Божия Здравствуйте Здравствуйте Когда мы размышляем о благодати Господа от 1 до 10 Бог это тот, который дает свою благодать а мы те, которые получают благодать Божию для нас абсолютно нужна благодать Божия а что еще удивительней это то, что для Господа Бога больше нравится, когда Он что-то делает нам, а не мы Ему поэтому, когда мы веруем в Бога Бог мучается из-за того, что мы веруем не принимаем то, что Бог приготовил для нас я ничего не умел делать однако я удивлялся, видя, как Бог приготовил путь передо мною когда я передавал Евангелие когда я служил в армии когда я служил в городе Кимчон я свидетельствовал я свидетельствовал много раз все происходило через Бога было лучше тогда, когда у меня чего-то не хватает потому что Бог жил во мне и действовал чем когда вы что-то делаете для Бога чем когда вы что-то даете Богу Бог имеет намного больше чем вы поэтому когда вы получаете милость перед Богом и когда вы беседитесь от этого, когда вы чувствуете счастье это радует Бога большинство людей считает, что они должны радовать Бога они считают, что им надо жертвовать или что-то делать ради Бога но это не так Бог тот, который дает нам свою благодать а благодать это когда дается дарам хотя я ничего хорошего не сделал хотя я ничего не готовил тогда, когда я получаю то, чего я не достоин это милость но большинство людей считают, чтобы получить милость я должен делать что-то за что-то и что-то но это не так мы получаем милость, когда мы не умеем понимаете это знаете, кто получает прощение грехов? кто? тот, который согрешил знаете это? Бог ни в коем случае не очищает грехи того, который не согрешил вы согласны? и нас, которые согрешили Бог возлюбил и все Бог дал нам бесплатно и это Бог называет благодатью но если вы пытаетесь что-то сделать Бог скажет так не подойдет оставь понимаете? мы считаем, что я должен что-то сделать, чтобы получить благословение знаете, кто получает прощение грехов? тот, который согрешил вы согласны? можно не уметь но если вы согрешили Бог все равно вас любит и для этого Иисус умер на кресте где? когда мы смотрим Библию Библия хорошо описывает нашу душу посмотрите Евангелие Дуки 10 главу 25 стих и вот один законник встал и искушая его сказал Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? давайте я вам задам вопрос что нам нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? что нам нужно сделать, чтобы получить прощение грехов? мы часто думаем так однако в Библии не говорится о том, что мы должны что-то делать а важно то, что Бог должен трудиться, чтобы я получил прощение грехов он должен трудиться, чтобы я наследовал жизнь вечную сегодня многие люди ведут духовную жизнь неправильно так нас учит мир что я должен делать что я должен делать хорошо что я должен хорошо учиться что я должен быть умным и что это нужно для успеха но когда касается веры Иисуса нам нельзя делать хорошо мы получаем благодать, когда мы не умеем мы получаем прощение грехов, когда у нас есть грех там все наоборот позвольте я вам поясню законник встал и спросил у Иисуса что он сказал? учитель что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? как вы считаете, это правильный вопрос или неправильный? это вопрос неправильный что касается спасения и прощения грехов не я должен что-то делать а Иисус должен что-то делать аминь 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 законник задал такой вопрос что на это сказал Иисус? в законе что написано? как читаешь? так спросил Иисус законник сказал в ответ возьми Господа от Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнее от твоего самого себя тогда Иисус сказал делай так же тогда получишь благословение но кто из нас может так поступать? ни один человек никто так не может по этой причине мы нуждаемся благодати кто ближний мой? тогда Иисус сказал некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон шел в Ерихон и попался разбойником которые сняли с него одежду изранили его и ушли оставив его едва живым этот человек встретился с разбойником и его оставили едва живым что он должен сделать чтобы получить спасение? он же ведь умирает скоро сядет солнце придут дикие животные и разорвут его утром от него останутся только кости точно знаем что там живут дикие животные но что он может сделать? он ведь не может двигаться это слово очень подробно описывает наш вид может быть вы помогаете нуждающимся жертвуете перед Богом или что-то делаете однако в глазах Бога вы люди которые подобны этому человеку который попался разбойником которые потеряли одежду которую поймали которых ведет дьявол этот человек умирает не он что-то должен сделать а он должен получить благодать проходил священник ой попался разбойником этот человек что значит попался разбойником? это значит что рядом находятся разбойники значит и со мной могут поступить так же и священник убежал правильно? второй был левит левит посмотрел и прошел мимо третий был самарянин вот представьте вышли в Ерехон и увидели этого человека вы подумайте о здесь человек который попался разбойником значит я тоже могу попасться будете ли вы рисковать собственной жизнью чтобы спасти его? поднимите руку кто может рисковать жизнью? двое? трое? никого нет почему? потому что надо себя спаси первую очередь однако самарянин символизирует Иисуса Христа который рисковал своей жизнью ради нас эта история показывает о том кто должен получить спасение и кто спасает человек который попался разбойником это тот который должен получить спасение а самарянин это тот который должен спасти который кого же символизирует самарянин? Иисус Христос Иисуса Христа который отдал свою жизнь и помог нам мы многие многие люди сегодня знают неправильно это слово они думают что я должен исполнять закон чтобы получить благословение но если мы смотрим это слово человек человек шел в Ерихон но он попался разбойник в его разделе и оставили едва живым что значит оставили едва живым? это значит что он даже не может встать он просто лишит темнеет и придут волки поэтому кто-то должен спасти его кто-то должен спасти его иначе он точно погибнет это есть наша тень и Иисус Христос пришел чтобы спасти нас Иисус пришел чтобы спасти нас но если мы своими усилиями своим трудом освободимся от греха тогда что мы можем получать лучше Иисуса? этого не может быть если мы внимательно прочитаем эту историю здесь есть очень интересный момент что написано в этом писании самарянин же некто проезжая нашел на него и увидел его жалился то есть он увидел он жалился он подошел возливал масло возливал вино перевязал раны посадил на своего осла привез в гостиницу позаботился о нем а на другой день вынул два динария и сказал позабудьте о нем и если издержишь я возвращусь я дам тебе это самаряне совершил десять дел но человек который попался разбойником он ничего не сделал сто процентов происходит по благодати человек который попался разбойником он ничего не сделал самарянин символизирует иисуса христа это самаряне иисуса христа человек который попался разбойником он умирает поэтому даже не может подойти кому-то да самаряне знает что рядом могут быть находиться разбойники он должен рисковать свою жизнь чтобы спасти этого человека а если он спас это значит что он поставил всю свою жизнь и самаряне символизирует иисуса многие люди говорят что мы должны стать подобны самарянину но это так глупо мы не самаряне мы человек который попался разбойником а самаряне символизирует иисуса самаряне он спаситель а человек который попался разбойником это спасаемый когда мы смотрим это слово человек который попался разбойником он ничего не мог сделать и ничего не сделал просто лежал самаряне же проезжая нашел на него и подошел возливал масло и вино перевязал ему раны от начала до конца все было сделано самарянина самая большая проблема сегодня в христианстве это то что люди считают что я должен сделать что я должен поститься чтобы очистить свои грехи но мы и сами не можем спасти себя это человек который умирает символизирует нас и что касается его спасения сто процентов все готовит иисус иисус знаете в вопросе финансов господь бог учил меня многим вещам когда я служил когда я служил в церкви Чанг Пали однажды мне позвонили чтобы я приехал в город Тегу где будет совещание сказали чтобы я приехал туда в понедельник но у меня на тот момент не было даже копейки я проводил собрание в воскресенье я передал слово и во время объявления я сказал завтра я должен поехать в Тегу и сказал что в церкви никого не будет я сказал об этом и в моем сердце я надеялся что хоть кто-то поскольку я еду в Тегу мне казалось что кто-то даст мне деньги на дорогу однако никто мне не давал деньги все после собрания ушли домой и вечером во время собрания я объявил и я стоял у двери однако все ушли домой мне казалось что кто-то вернется и скажет о пастор вы едите в Тегу у вас есть деньги возьмите эти деньги я ждал что хоть кто-то вернется но ни один даже не оглянулся назад у меня не было совсем денег и я до позднего вечера молился в тот день на следующий день утра у меня не было ни копейки я взял рюкзак и пошел к остановке нужно было идти где-то 3 километра я должен был идти без денег ко мне приходили разные мысли но на пути к остановке совсем рядом жил один брат который работал учителем а его супруга имела магазин концтоваров и брат отвечал за финансы нашей церкви когда я шел к остановке я подумал в их доме точно есть деньги и я подумал может попросить у них денег немного на дорогу однако я подумал уповать на человека это неправильно нужно же уповать на Бога я думал нельзя заходить к ним но я думал однажды вспомнил что проходил в это время и брат умывался у дороги а воду он брызгал на асфальт чтобы не поднималась пыль и я представил себе что этот брат будет выливать воду и увидит меня и скажет ой евангелист тогда я скажу ой здравствуйте а вы куда а кстати вы же в тегу может попейте кофе кстати у вас есть деньги на дорогу я представил такой диалог поскольку у меня не было денег я думал об этом потом ко мне пришла одна мысль ко мне приходили подобные мысли но я представил себя в ней и посмотрел на свой вид я иду в тегу из-за того что нет денег я уповаю на человека я не работаю не зарабатываю денег всю свою жизнь я буду жить так но это неправильно у меня лучше я не поеду в тегу но не буду уповать на человека такое сердце появилось у меня я сказал бог лучше я не поеду в тегу всю свою жизнь я не буду зарабатывать деньги а вы простите сейчас продались многие книги мои поэтому есть хорошая прибыль и плачу налоги но на тот момент я думал так да я думал просто про себя но когда я извне то есть вне себя посмотрел на свой вид мне нужно ехать в тегу они имеют денег и поэтому надеюсь на людей что они дадут деньги когда я увидел свой вид мне было так шалко себя неужели всю мою жизнь я должен так жить лучше я не поеду никуда но не буду так жить буду взирать только на Бога я специально не шел той дорогою а пошел в обход и направился к остановке и я вижу что едет автобус и впереди написано что едет в тегу я про себя думал мне нужно сесть в этот автобус я думал поднять руку или не поднимать я не знал как быть но вдруг автобус остановился предо мною хотя рядом никого не было я стоял один я подумал это намек чтобы я сел двери открылись и сказали садиться в автобус я сел двери закрылись и автобус тронулся с места и в этом автобусе была сестра которую я хорошо знал и она позвала меня и говорит о я могу сказать садитесь рядом автобус тронулся с места кондуктор взял билеты и подошел ко мне чтобы получить деньги за дорогу я посмотрел на сестру и сестра заплатила за меня и знаете что она мне сказала она шила народные костюмы в тегу и хорошо зарабатывала и она шила недалеко от той деревни где я жил и там родители ее и где-то два раза в год посещают свою маму когда возвращается она берет только деньги в одну сторону а все свои деньги отдавала маме и когда она выходила из дома она открыла кошелек и хотела дать все деньги маме но говорит что руки почему-то прятали деньги и она не дала денег маме а мама просто смотрела на нее и когда ехала в автобус она говорит почему я не дала денег что это со мной происходит но когда автобус проезжал город Хо Чанг и хотел тронуться она увидела что я иду к остановке тогда я нес небольшую сумку и она поняла что я еду в тегу и попросила остановить автобус что есть человек который поедет с нами и она остановила автобус и она заплатила за меня когда мы вышли в тегу она сказала идемте ко мне домой я пошел за ней она приготовила очень вкусный обед и сказала подождите она куда-то пошла и потом вернулась и дала вот столько денег мне кажется она взяла у кого-то взаимоденег и положила деньги в карман и говорит вам наверное тяжело и она дала так мне денег я был очень благодарен я пришел так в центр нашей миссии вечером мы молились перед сном я размышлял обо всем что произошло за тот день если бы я зашел к брату Схон Ок Кью который занимается магазином концтоваров автобус бы проехал хотя Бог приготовил деньги на дорогу что тогда было бы со мною я думал бы что вот Бог не слышит мою молитву точно я бы и так подумал но с того дня да правда в том что я жил трудно но ни разу я не говорил что у меня нет денег я не просил помощи у людей Бог точно ясно давал мне деньги в 1974 году 15 июля это был за день до рождения моего сына тогда я служил в городе Тегу я арендовал небольшую комнатку и сразу за дверью была кухня и в тот день один человек пришел из далекого города к нам чтобы услышать Евангелие и весь вечер он слушал Евангелие моя супруга была в положении сложив одеала в углу она сидела и слушала слово я передавал Евангелие где-то до 10 часов вечера и он получил прощение грехов я проводил его и когда я зашел в комнату моя супруга начала злиться что она сказала она сказала зачем ты говоришь столько лишнего знаете когда я передаю Евангелие я передаю поэтапно если какой-то человек не понимает этот пример я не могу перейти к следующему этапу поэтому привожу другой пример и по этапу я передавал слово но оказывается у моей жены началась родовая деятельность ей было очень больно однако если она скажет что у нее началась родовая деятельность тогда я перестану передавать слово поэтому она терпела а я говорил много лишнего это дьявол он же получил спасение что это такое а потом она сказала что у нее начались боли тогда я сказал прости знаете мы в тот день голодали целый день и не было ни копейки я думал как же нам быть у нас где-то было 30 братьев сестер знаете ко мне приходит соблазнь ой сестра у моей супруги болит живот не знаю как быть тогда мне казалось что сестры придут и все сделают вместо меня однако я ведь должен уповать на бога как я могу уповать на человека вы конечно простите время шло а моя супруга говорит что не может терпеть я не знал оказывается есть симптомы в том период то есть сначала усилить появится боль потом уменьшается и эта частота все больше и больше и чем скорее эта часть приходит это значит что ребенок может родиться я беспокоился об этом и с одной стороны у меня была соблазнь хотя я молился богу если я скажу братьям и сестрам если я скажу деканам мне казалось что они помогут мне однако я хотел уповать на бога и солнце начало восходить в 7 утра она кричала что умирает но в 7 утра рано утра одна молодая сестра пришла к нам и сказала что хочет пообщаться с моей женой и она зашла к нам в комнату и увидев мою супругу она испугалась ее зовут Че Гуангжа и знаете что она мне сказала? жена пастора я работала в роддоме в Пусане и очень известная больница Секари она работала и говорит я имею сертификат принимать роды и сказала подождите и она побежала куда-то и принесла свою сумку и как только пришла мой сын родился она пошла на кухню а на кухне ничего у нас нет и тогда она купила рис в Корее когда женщина оранжает ребенка едят суп с морской капустой корейца очень хорошо разбирается какая пища подходит для здоровья когда женщина теряет кровь тогда ей нужно есть морскую капусту и она пошла на рынок купила морскую капусту упитывала мясо и где-то в 10 часов утра мы завтракали и родился мой сын я всегда говорю моему сыну мой сын родился и сразу угостил отца когда я немного ближе нахожусь к миру чем к Богу тогда мне кажется если я так сделал будет хорошо если сделал так будет хорошо такие мысли приходят ко мне однако ведь Бог смотрит на нас я могу поступить по-человечески если и предам Бога я не хотел предавать Бога порой в нашей церкви нужны были деньги порой нужно было решать проблемы в 87 году у меня были серьезные проблемы из-за ясного желудка в 99 году у меня были проблемы с сердцем и я думал что я умру однако каждый раз я уповал на Бога и Бог ясно помогал моей жизни наш Бог знает наши недостатки и Он заботится о нас из-за того что мне было тяжело ни разу я не просил пожалуйста одолжите мне хотя бы 10 долларов или хотя бы 5 долларов после того как я поверил в Иисуса я никогда не просил денег да порой мы были бедными часто голодали однако каждый раз Господь Бог удивительным образом действовал в моей жизни Бог знаете что хотел увидеть во мне Он хотел увидеть веру в Бога знаете почему я говорю об этом Бог желает и от вас увидеть вы верите ли вы Ему вот что Он хочет увидеть в вас поэтому порой допускают трудности когда рождался мой сын все беспокоились а что если с ним плохо будет ко мне приходили разные подобные мысли но лучше чем упование Бога нет ни разу после того как я поверил в Иисуса да были многие трудности но чтобы я умер или просил денег у кого-то ни разу не просил помощи да было много трудностей однако каждый раз Бог помогал моей жизни тот который лучше всех знает обо мне это даже не Ух Сукпак и не моя супруга а Бог Он точно помогал мне поэтому когда я уповал только на одного Бога я видел что это радует Бога сколько бы мы ни хрен делали хорошего Бог сделать разом лучше перед делом Бога это ничто порой мы само удовлетворяемся из-за того что мы что-то сделали хорошо однако в глазах Бога это ничтожество когда нам действительно тяжело уповаешь ли ты на человека или же ты уповаешь на Бога если говорить об этом я могу без конца рассказывать вам когда я уповал на Господа Бога Бог был со мною Он благословлял меня и всем вам Господь Бог хочет иметь личную связь с каждым из вас Такая вера в Господа Бога помогала моей духовной жизни порой как я вам только что рассказал сейчас хорошо продаются книги да сейчас я имею хорошую прибыль а также может быть я пойду в Израиль скоро и это радует братьев сестер и некоторые брать сестры дали деньги на дорогу они дали мне деньги на дорогу я получаю их однако удивительно видеть как Бог ведет мою жизнь по факту нам всегда кажется что Бог не будет помогать нам кажется что мы погибнем и нам кажется что надо уповать на человека что люди больше помогут но это не так Бог помогает нам особенно в вопросе греха не мы должны делать а Иисус сделает совершенным образом без недостатков Он делает однако большинство людей они уповают на видимые вещи когда я читаю Евангелие 2 10 главу тогда люди думают одинаково они думают что мы должны стать добрыми самарянина что мы должны страдать ради других но это не так здесь есть две вещи есть спаситель есть спасаемый и здесь говорится о связи этих людей человек который попался разбойником он тот которого спасают а самарянин символизирует спасителя нашего Иисуса Христа и в этой истории самое важное написано самарянин что некто проезжая нашел на него увидев его жалился и подойдя возливая масло и вино перевязал ему раны посадил на своего сла привез в гостиницу и позабудился о нем на другой день вынул 2 динария и дал содержителю гостиницы и сказал позабудь о нем если сдержит что боли я когда возвращаюсь отдам тебе от начала до конца все сделал самарянин а человек который попался разбойником он ничего не сделал сто процентов было сделано самарянина мы не являемся самарянами мы те которые попались разбойником поэтому должен трудиться Иисус Иисус совершенстве все совершил человек который попался разбойником он ничего не сделал так же для нашего спасения мы ничего не должны делать мы должны принять то что сделал Иисус и прощение грехов не я должен сделать а Иисус должен сделать Иисус совершенным образом завершил очищение наших грехов наша молитва наше покаяние нашими делами не этим мы получаем прощение а Иисус все сделал однажды однажды мы проводили в городе Чинчо концерт Рождественская контакта обычно мы в год 30 концертов проводим только в США арендуем большое здание и бесплатно даже копейку не получаем за концерт Каждый раз мы думаем сможем это провести как это будет на дороге большой автобус садятся 200 человек и Иисус и проводят концерт Рождественская контакта и все мы были счастливы мы проводили бесплатно и мы видели как Бог помогает нам проводить подобные мероприятия за что мы благодарны Ему и на Рождество этого года мы хотели провести концерт но это было невозможно из-за пандемии коронавируса запретили проводить концерты поэтому сняли фильм Фильм первый сняли во время Пасхи и передали материалы многим телевидениям в этот раз решили снять фильм про Рождество и вчера закончили съемки но говорят, что еще будут дополнительные съемки, но фильм будет готов в Далласе есть сцена, которая подобна Израилю и встретили хорошего режиссера и я видел, как снимают фильм я думаю, что завтра они уже все разъедутся я был очень благодарен во всех вопросах Бог помогает нам знаете, в этой истории которую мы прочитали законник по-моему, он хорошо исполнял закон в отличие от других людей но никто из людей совершенствия не исполнил все потому что нет людей, которые не согрешили однако он был уверен в себе он говорит, что мне нужно сделать, чтобы у нас следовать жизнь вечную что сказал на это Иисус в законе что написано и как читаешь в Ветхом Завете Моисей говорил о законе но Иисус спрашивает в законе что написано? как читаешь что это значит? это значит что закон можно читать так и по-другому это правда есть два способа первый способ это когда я исполняю закон и считаю что я смогу получить благословение а второе это когда я не могу и когда смертью Иисуса Христа я получаю спасение мы все нарушили закон поэтому если ты нарушил закон мы становимся грешником если нарушил значит ты грешник исполнять закон никто не может получить оправдание это касается также нас когда встретились человека который попался разбойником самарянин спасает его потому что он является Иисусом знаешь что там разбойники ведь со мной так же могут поступить все будут заняты чтобы убежать но самарянин подошел самарянин самарянин символизирует Иисуса Христа знаете что важно в этой истории что сделал человек который попался разбойником ничего ничего не сделал и не может просто лежал все было сделано самарянина самарянин самарянин проезжая нашел на него увидел его жалился и подойдя кто подошел самарянин возливая возливая масло возливая вино сегодня много лекарств но тогда когда не было лекарств когда появляется рана возливали вино там есть алкоголь и оно обрабатывает рану возливали вино омывали рану потом возливают масло когда портится кожа туда может войти бактерия поэтому обязательно мажут вазелин чтобы вирус не попал в рану обычно обрабатывают вино а потом наливают масло а здесь наливать сначала масло почему масло символизирует духа святого а вино символизирует радость это символизирует что когда приходит господь появляется радость приходит радость а не потом только господь сначала когда приходит господь тогда за ней следует и радость поэтому сначала масло а потом вино затем написано перевязал раны чтобы никуда не ушло это обработал и посадил на своего осла на то место где он сидел посадил человека который попался разбойника и привез в гостиницу во всем этом процессе человек который попался разбойником он не платил даже ни копейки он ничего не сделал все было сделано самарянином он получил благодать когда мы получаем прощение грехов если мы вкладываем свое это только и портит не мы должны делать а господь должен делать господь должен очистить наши грехи все должно быть сделано господа это привели в гостиницу которая символизирует церковь церковь это то место где спасенные люди могут отдохнуть то место которое могут до конца вылечить раны то место где могут защитить и господь обещал что возвратится через два дня один динарий платили за труд одного дня самаряни заплатил два динария это символизирует два дня многие люди говорят что это символизирует две тысячи лет но иными словами чтобы получить прощение грехов что мы должны сделать ничего честным образом нам надо принять то что сделал Иисус ради нас и хотя мы ничего не сделали но через доброго самарянина этот человек получает спасение ни его труд ни его усилия ни что-то не было заплачено все сделал самарянин прощение грехов вот что это символизирует не мы очищаем свой грех а Иисус Христос очищает наш грех на кресте он очистил все наши грехи тогда что же не получается когда я предлагаю усилия когда я тружусь когда я стараюсь тогда когда я молюсь или пасюсь или когда говорим на иных языках этим мы хотим получить спасение но это все мое что мы должны знать все что мы делаем закончится провалом понимаете это когда нужно сделать важное вы ведь не будете поручать детям верно а вы будете делать подобно этому господь других вопросов может нет но вопрос прощения грехов это очень важный вопрос поэтому говорит не прикасайся я совершенным образом сделаю все он послал Иисуса и Иисус умер на кресте он заплатил всю цену за наш грех и завершил все дело вместо нас мы должны принять то что сделал Иисус ради нас Иисус Христос умер за нас вместо нашей смерти что значит он воскрес это значит что я в нем воскрес и я ничего не должен сделать он совершенным образом все совершил это удивительно давайте будем верить всемогущего Бога теперь только веруя в Господа давайте будем смотреть только вперед не будем бояться Бог всегда будет с нами я никому после того как познал Иисуса Христа не просил денег Бог всегда давал все он открывал двери передо мною он открывал пути Бог любит вас Бог желает чтобы вы уповали на Нево никто подробнее чем Бог не может приготовить у меня было много недостатков я был бедным но во всех вопросах Бог заполнил и моего сына и мою дочь и моих внуков всех Бог благословил уповайте на Бога и желаю чтобы вы получили и помните и на меня